Всем привет! Вы на канале Maros Life. И сегодня очень важная тема нашего видео это смена работодателя в Чехии. Работа, как вы понимаете, самая основная часть нашей жизни. Не только в Чехии, но и на всей планете, во всех странах. Поэтому менять ее очень трудно. И сегодня я расскажу вам реально, как на нашем опыте мы меняли работу в Чехии. Ну и как нужно будет ее менять уже по новым правилам, по новому законодательству, которое вступило с 1 августа 2019 года. Тем ребятам, которые работают на заместнанской карте по режиму Украины, то есть по трудовой карте. Итак, ребят, смотрите. Значит, реально по смене работодателя есть два варианта. Первый вариант. Это если вы уволились и вам не нужно отрабатывать, то есть, грубо говоря, это испытательный срок, как было у нас там, 3 месяца. Сейчас это с изменением законодательства уже не так просто отработать те же 3 месяца, а нужно отрабатывать 6 месяцев по новому законодательству. Второй вариант. Если вы уволились и отрабатываете определенный срок, то есть это как раз второй вариант по поводу 6 месяцев, и пока ждете одобрения, можете работать. То есть, что это значит? По первому варианту. Если вы уволились, просто написали заявление, получили увольнительный лист, то вы не имеете права в это время работать. То есть, вы пока ждете смену работодателя, пока подались по всем документам, вы работать не можете в Чехии. А по первому варианту, если вы работаете, и вы во время работы еще решили сменить работодателя, но при этом остаетесь на прежней работе, идем в полицию, подаемся и работаем в это же время, то все это можно делать. Вот. Давайте рассмотрим тот вариант, который был у нас. То есть, мы еще успели по испытательному сроку, то есть, 3 месяца у нас было испытательного срока. Это, так сказать, называемая скушебна даба в контракте, который прописывается. То есть, в этот период мы можем, могли, точнее сказать, спокойно уволиться и не отрабатывать ни одного дня. То есть, указать там ту или иную причину, кому как нравится либо тяжелая работа, либо по состоянию здоровья. Это уже второй нюанс. Дальше находили новую работу, это как бы самое основное. И после уже собирали весь пакет документов от нового работодателя и шли на полицию подаваться с этими документами. То есть, какой конкретно нужен перечень для подачи на нового работодателя. То есть, в нашем случае это первое. Непосредственно нужно было найти новую работу. С этим мы, конечно, справились. Второе. Нужен был контракт. То есть, будущий контракт, он, как правило, заключается на один год. Ну, либо там на остаток того времени, сколько вам там нужно отработать в календарном году. Вот. Дальше предоставляется, опять же, аренда, договор об аренде жилья. То есть, то, что вы живете в Чехии, потому что смена работодателя подразумевает собой смену рабочей карты. То есть, соответственно, та рабочая карта, которая вам выдавалась изначально, она тоже будет меняться. Так как вы знаете, на самой карте указана прописка. Вот. И эта же прописка тоже будет меняться. Если это, опять же, будет в другом каком-то городе. Вот. Договор об аренде жилья. Обязательно, ребят, самый важный пункт – это увольнительный лист. Увольнительный лист должен быть с мокрыми печатями. И с подписью обязательно о том, что вы уволены. Если этого нет, в нашем случае была копия, нам приходилось довозить эти документы, потому что без этого документа с мокрыми печатями, то есть оригинала, так сказать, рассматривать никто ваши документы не будет. Соответственно, могут просто отказать в смене работодателя. И, соответственно, могут, если вы уволились, допустим, и не работаете, то в течение двух месяцев вас просто могут выпереть из страны и изрушить вам рабочую карту. Да, есть такая вот реально фишка. Вот. Поэтому нужен оригинал о изрушении вашей работы, то есть оригинал увольнительного листа. Вот. Дальше с всеми этими документами мы идем в магистрат, так называемый, либо полиция по иностранцам. Приходите с этими всеми документами, заполняем, естественно, опять же, анкету. Только там вы, когда первый раз заполняли зеленую анкету на подачу по режиму Украину, там на рабочую карту, то здесь уже идет смена работодателя. То есть все данные указываются аналогично, как и при подаче на анкету, на рабочую карту. Вот. Только меняется ваш работодатель. Вот. Это как бы самое основное. Прилагаете все эти документы, которые с собой приносите. Вот. И дальше уже вам назначают, если все окей, назначают дату на биометрию. То есть будете пальчики свои там сдавать, фотографировать. Будете сдавать ту же фотографию, тоже вас там все на месте фотографируют. Вот. И если все окей, мы платили, уже при походе на биометрию, платили тысячу крон. Тысячу крон не наличными, тысячу крон мы платили марками. То есть эти марки можно купить на почте. Дальше с этой марочкой вы приходите уже на дату по биометрии, отдаете эту марочку и получаете уже дату, последнюю, так сказать, финишную дату на получение самой карты. В это время, ребят, работать нельзя. Естественно, множество ребят, которые сидят здесь, работать нелегально. Если это, опять же, агентура, то агентура предоставляет работу, может, либо просто предоставить жилье. Тут уже все зависит от того, какая ситуация та или иная получается. Я знаю, у меня есть знакомые, которые уезжали вообще в Украину. Да, уезжали в Украину, ждали дату свою назначенную по получению рабочей карты, приезжали только после этого, уже приступали к работе. Вот, поэтому тут ситуации как бы такие разные, на самом деле, получается, и индивидуальные. Вот, а сейчас же, а, кстати, не сказал самое основное, сколько по времени реально все ждать вообще, в законах указано до двух месяцев, но на самом деле нам сделали где-то за, ну, где-то около месяца мы уже получили новую карту, то есть новую заместнанскую карту и приступили уже к работе. Вот, а как будет уже по новому закону, то есть тем ребятам, которые работают сейчас с 1 августа, уже работают полгода по контракту, обязаны отрабатывать у своего работодателя, и если захотят сменить работодателя, то опять же, ребят, здесь нужно, у вас дается приличный срок, чтобы, если вас не устраивает ваш текущий работодатель найти нового, переходить на агентуру, к сожалению, нельзя будет, еще раз повторюсь, только на основной завод, то есть либо там это фабрика, либо это склады, либо, не знаю, там офисная работа, все зависит от ваших документов. Вот, переходите, вы находитесь сначала этого работодателя, скажу так, желательно, конечно, найти его и хотя бы там ближайший год не менять, потому что реально каждый переезд, смена работодателя, это очень затратно. Почему? Потому что, ну, в нашем случае мы тратили на марку, это 1000 крон, вроде кажется, чепуха, но на самом деле вы увольняетесь с одного места, переезд в другой город, плюс ко всему, опять же, зарплату вы еще не получаете, только получили ту зарплату там за какой-то там месяц, в дальнейшем, опять же, живете на эти деньги, дай бог, чтобы было, опять же, жилье, это там бесплатно, если предоставляется этим работодателям, если нет, то, опять же, жилье платное, это все с вашего кармана, поэтому выпадает, если какие-то есть реальные цели, там, заработать на квартиру, на машину, либо еще на какие-то там свои финансовые части, то, получается, выпадает минимум месяц-два, это 100%, поэтому к этому вопросу, к подходу поиска работодателя нужно относитесь очень, как бы, серьезно, чтобы не менять там через каждые там 2-3 месяца, вот, это самое основное, вот. Дальше, сейчас ввели такую поправочку, ну, я, честно, не знаю, на практике это будет известно только уже в декабре, в январе, кто там будет увольняться, допустим, будет, я думаю, говорить, общаться будем с ребятами, кто там планирует менять работу, в чем фишка, какая поправка, то есть можно будет обращаться в полицию без перечня этих документов, которые я озвучил, как у нас было, а просто устные уведомления, ну, опять же, это как пишут, и только после согласования этого уведомления можно будет менять работу. Вот, как это выглядит, то есть за месяц до окончания срока, вот, вам нужно отработать 6 месяцев по новому закону, а у вас остается, грубо говоря, там, полтора месяца, вы подаетесь на полицию, уведомление какое-то там устное, либо письменное, я не знаю, честно, как это все будет выглядеть, подаете, и только тогда, когда уведомления ваши примут, когда скажут, окей, хорошо, вы уже можете там менять работу, только после этого вы можете изменить вашего работодателя. Вот, а это первое. Дальше, переходить в агентство, как я озвучил, нельзя, только основные работодатели, которые зарегистрированы на бирже труда, это тоже один из ваших важных пунктов, то есть, грубо говоря, будете просто общаться с вашим будущим работодателем, говорить, спрашивать, по режиму Украины он берет или нет. Вот, если в этом случае, допустим, вы попросили смену работодателя, и вам отказали, апеллировать здесь нельзя, к сожалению. То есть, если отказали, то отказали. Поэтому остается вариант только работы на том месте, где вы работали. Вот, ну, с этим я еще раз говорю, честно, никто не сталкивался, поэтому как оно будет, на самом деле, по факту, еще никто не знает. Один еще из главных пунктов этого смены, то, что было раньше, тысяча крон, она вроде бы как бы остается по этим маркам, но возможен вариант варьироваться до двух с половиной тысяч крон. Есть такая информация, пока, опять же, еще не проверенная, то есть, на всякий случай, нужно быть готовым платить больше. Вот. Знаю 100% на продление рабочей карты. Вот, допустим, у нас там будет через год заканчиваться рабочая карта, если мы продлеваем ее еще на два года, то нужно будет заплатить еще, точнее, уже две с половиной тысячи крон за продление самой карты. То есть, вот такие вот моменты по смене работодателя. Ну, а вам что скажу? Спасибо, конечно, большое за просмотры, спасибо за ваши лайки, за то, что делитесь своими комментариями. Скажу, ребят, так, работа, конечно, это самое важное, вот, но желательно найти ту работу, которая вам будет близка по душе. Вам спасибо еще раз за просмотры, всем пока, ставьте лайки, пока.